Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области через 5 лет число предприятий-экспортеров увеличится в 2 раза. Состязания по наблюдению избирательного права. Начавшиеся в апреле, сейчас они подошли к завершающему этапу. В районах Ульяновской области наладят работу общественного транспорта. В музее Гончарова открылась выставка с редчайшими экспонатами. В Ульяновске прошел совет предпринимателей по развитию экспорта под председательством губернатора. На совещании обсудили основные направления развития экспорта на ближайшие 5 лет. В настоящее время 140 компаний Ульяновской области экспортируют продукцию в другие страны на сумму в сотни миллионов долларов США. И что очень важно, 99% это не сырьевой экспорт. На месте побывала Наталья Чумаченко. В промышленной зоне, расположенной на территории опытного поля, состоялось заседание Совета предпринимателей по развитию экспорта и губернаторского совета по развитию международных и межрегиональных связей. В нем принял участие Сергей Морозов. Сегодня в рамках нашего заседания мы в том числе послушаем наших профильных министров, о том, как они видят работу своих министерств в данном направлении. О себе просто хочу отметить, что этот показатель должен стать одним из основных критериев эффективности работы наших руководителей правительства. На совещании обсудили основные направления развития экспорта на ближайшие 5 лет. Участники отметили, что сегодня 140 компаний Ульяновской области экспортируют продукцию в другие страны, причем 22 из них в прошлом году начали отправку впервые. С января по апрель текущего года экспорт составил более 530 миллионов долларов США, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 380 миллионов. При этом 99% это не сырьевой экспорт. Так, государство намерено стимулировать предприятия выходить на зарубежные рынки несколькими инструментами. Среди них выставочные и ярмарочные мероприятия, финансовая поддержка в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также специальные программы по созданию хабов. Это формирование акселерационных программ, когда мы помогаем и сертифицировать продукцию, и, если необходимо, принять на себя часть расходов по логистике, в том числе по сопровождению юридическому, бухгалтерскому при выходе на международные рынки. Глава региона также ознакомился с работой предприятий ведущих экспортеров. Один из них – торговый дом «Улгран». Компания за 10 лет успешной работы заняла лидирующие позиции на рынке каменных моек в России и в странах таможенного союза ЕАЭС. Европейский стандарт качества обеспечивается использованием оборудования мировых производителей и высококачественного сырья. Сделано около миллиона, наверное, уже кухонных моек за 10 лет работы. Вложено около 100 миллионов рублей. Развиваемся, конечно же. То есть экспортируем сейчас в 8 стран. Это Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Молдова, Румыния, Сербия. То есть сейчас планируем запускать новую линейку кварцевых кухонных моек. В 2019-2024 годах в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» из федерального бюджета направят более 956 миллиардов рублей на развитие четырех региональных программ. Промышленный экспорт, экспорт услуг, экспорт продукции АПК, системные меры развития, международная кооперация и экспорта. За счет активизации работы по нескольким направлениям к 2024 году планируется увеличить в два раза число экспортеров ульяновской продукции. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улл Правда ТВ. Сегодня 2 августа, День ВДВ. Для Ульяновской это особенный праздник, ведь в нашем городе базируется одно из сильнейших военных подразделений – 31-я десантно-штурмовая бригада. Праздничные мероприятия сегодня проходят сразу на двух площадках города – на стадионе «Старт» и в парке имени генерала армии Маргелова. В 10 утра для жителей и гостей города началась праздничная программа на стадионе «Старт». Мероприятия, приуроченные ко дню ВДВ, прошли также на примыкающей к старту улице «Сорокалетие Победы». Гостей ждала выставка военной техники и снаряжения, торжественный митинг, посвященный 89-й годовщине образования ВДВ, прохождение торжественным маршем, плац-парад военного оркестра, строевые приемы с оружием, показательные выступления кинологов. В ближайшее время Старо-Кулаткинский район ожидает серьезные преображения. В райцентре ремонтируется детско-юношеская школа, в скором будущем будет построен детский центр для изучения правил дорожного движения, а для удобства всех жителей обновят объездную дорогу. Подробности в нашем материале. Многодетная семья Сунчелиева – их пример успешной реализации соцконтракта в Старой Кулатке. В прошлом году они заключили с государством соцконтракт, а на выделенные денежные средства приобрели четырех телят. В гости к семье на днях заглянул Сергей Морозов. Главе региона показали, какие условия созданы для животных, а губернатор, в свою очередь, вручил подарки детям. А взрослым пообещал помочь приобрести еще четырех телят. Ну, 60 тысяч. Где брать? Сразу. Нигде же не возьмешь. Вот соцконтракт помог нам. Соцконтракт действует в регионе уже пятый год. Это одна из ступеней реализации национального проекта «Демография». За это время помощь получили более 10 тысяч человек. Еще одна тема для обсуждения – безопасность на дорогах. Министр профильного ведомства Дмитрий Вавилин доложил о ремонте дорог и подготовке школьных маршрутов к новому учебному году на территории района. На данный момент ремонтируются участки муниципальных дорог в 11 населенных пунктов. Жители подняли вопрос ремонта объездной дороги. Предлагается восстановить объезд, чтобы вывести грузовой транспорт с центра муниципалитета, где находятся жилые дома, школа и культурный центр. В рамках проекта национальной безопасности и качественной дороги отремонтируем 2,5 километра, 50 миллионов рублей федеральных и областных денег в пропорции. Предлагаем выделить. Также жители выступили с инициативой создать в районе центр по обучению детей правилам дорожного движения. Тем более, что при приемке школ теперь обращают внимание на дорожную разметку и освещение рядом с учреждением. Центр будет состоять из компьютерного класса для изучения теории и оборудованной площадки со знаками и разметкой. Когда этот центр может появиться? 1 сентября, в следующем году, в этом году уже мы с учетом торгов не успеем. К проблеме безопасности на дорогах подключилась и молодежь. Молодежное правительство запустило акцию «Внимание спасет жизнь». Они уверены, обычная надпись на асфальте с призывами снять наушники и посмотреть на дорогу могут спасти жизнь. Также Сергей Морозов подверг критике состояния общественного транспорта. Чтобы добраться из Старокулаткинского района в Ульяновск, жители вынуждены тратить до 1000 рублей. Круглую сумму придется выкладывать, чтобы добраться до соседних райцентров. Выходов из проблемы губернатор предложил несколько – приобрести мини-автобусы и выделять субсидии на перевозки. Никуда не годится, что мы сидим в городе Ульяновске, отказались просто принимать жителей сельской местности и сократили транспортное обеспечение. В сельских селениях есть микроавтобусы, ну и, скажем так, газели. Значит, их необходимо передать перевозчику по договору, там аренды. А мы готовы с областного бюджета досубсидировать для того, чтобы вторичная политика здесь была адекватна. Проблема касается и других районов. Глава региона поручил в кратчайшее время решить вопрос. Не обошли вниманием спортивный зал детско-юношеской спортивной школы. Его ремонт продолжается в рамках проекта поддержки местных инициатив. Было выделено чуть больше 2 миллионов рублей и средств регионального бюджета. Еще около миллиона собрало население. Все работы планируют завершить до 7 ноября. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ из Старой Кулатки. Состязания по соблюдению избирательного права в Ульяновской области проводятся впервые. Отборочные испытания длились с апреля. В первом туре конкурсанты проходили тестирование, каждый в своем районе. Вышедшие во второй межрайонный тур состязались в решении ситуационных задач в сфере избирательного права и процесса. В этот раз участникам предстоял завершающий областной этап. В Ульяновске прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства среди председателей избирательных комиссий Ульяновской области. Как объяснили организаторы, цель состязаний в игровой форме провести обучение и помочь разобраться в сложных случаях, связанных с реализацией избирательного права граждан. По признаниям организаторов конкурса, все самые каверзные, сложные, интересные задания они приготовили на финал. У нас 979 постоянных участковых избирательных комиссий, сформированных на 5 лет, как вы знаете. Соответственно, у нас 979 председателей участковых избирательных комиссий. И вот мы решили в этом году впервые провести конкурс. За игровыми столами лучшие в своих районах команды сборные. Сработаться не мешать и доверять работе друг друга задачи трудные. Особенно, когда все нужно сделать быстро. Тем не менее, у тех, кто приехал, это получалось неплохо. Формой передачи знаний конкурсанты довольны. Но она эффективная, потому что на практике вспоминаешь теорию. Одно дело учить, другое дело это как бы воспроизводить. И здесь нет ответственности, понимаете. То есть во время выборов на нас лежит ответственность, нам обязательно надо правильно. А здесь можно поучиться, задать вопросы какие-то. Поэтому я считаю, что это очень эффективно, здорово, что вообще у нас придумали такой формат. Я думаю, это очень полезно. Из пяти команд, принимавших участие в профессиональном соревновании, победу одержала сборная команда номер два. Куда вошли председатели участковых избирательных комиссий из Новоульяновска, Базарно-Сызганского, Барышского, Вишкаемского, Индинского, Корсунского, Майнского и Сурского районов. Таковы итоги конкурса, а очередной реальный экзамен на профпригодность пройдет в ближайший единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. В историко-мемориальном центре музея Гончарова работает богатая редкими экспонатами выставка, приуроченная к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиции подготовлены Московским государственным музеем Пушкина. На выставке побывала Ирина Антонова. Имя Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас всю жизнь. Мы впервые слышим его в раннем детстве, когда родители читают нам сказки и стихи поэта. А потом каждый из нас находит в мире Пушкина что-то свое. Каким был великий русский поэт, как он жил, с кем дружил, кого любил, что писал. Все это вы сможете узнать и увидеть на выставке «Пушкин. Жизнь и Лира» в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова. Эта выставка была открыта благодаря соглашению о сотрудничестве Краеведческого музея и Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Здесь представлено более 120 уникальных экспонатов. Главная тема Александра Сергеевича Пушкина и его «Современники». Эта выставка показывает все этапы становления Александра Сергеевича как поэта и как человека, начиная с самых детских лет его жизни и заканчивая последними годами его жизни. Также на выставке в акварелях, гравюрах, литографиях и живописных полотнах перед нами предстает Россия I-III XIX века. Эта и примилая старушка Москва, Царское село, Санкт-Петербург, Крым, Кавказ, Одесса – виды тех мест, где родился, учился, жил, отбывал ссылки Александр Сергеевич Пушкин. Среди этих полотен особое место занимает подлинная работа известного художника Ивана Константиновича Айвазовского. На ней автор запечатлел море в Одессе. Именно таким видел его Пушкин, когда отбывал там ссылку. Атмосферу эпохи позволяют почувствовать прижизненные издания и рукописи пушкинских произведений. Что можно отметить, это, конечно же, удивительные рукописи Александра Сергеевича Пушкина, которые представляют нам его произведения в рукописном варианте. Здесь и Борис Годунов, здесь и Бахчисарайский фонтан, здесь все его произведения. И Евгений Онегин, да, мы можем видеть, где на полях он рисует тех людей, которые он встречал в это время. Например, даже Дениса Давыдова он изображал на своих рукописях. К слову сказать, подлинники рукописи поэта хранятся в Петербурге, в Пушкинском доме. Но в Ульяновск привезли их воспроизведения на бумаге XIX века. Дополняет экспозицию подлинные предметы быта, чернильный прибор с ропчонком первой четверти XIX века, французский веер 1820-х годов, цилиндр и перчатки первой половины XIX века, мебель, канделябры той эпохи. Выставка будет работать до 20 сентября. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости, Уллправда ТВ. В предстоящие воскресенье будет отмечаться День железнодорожника. Накануне профессионального праздника глава региона поздравил коллектив локомотивного депо «Ульяновск». Подробности в нашем материале. Светлана Геннадьевна – железнодорожница с большим стажем работы. Вся ее семья отдала не один десяток лет железной дороге. Сегодня Светлана Геннадьевна уверена, что решение выбрать эту профессию – самое верное в ее жизни. Я пришла в депо в 1982 году в техотдел. Как сейчас работаю? Только я сейчас работаю начальником технического отдела. Железнодорожник звучит гордо. Люди, работающие на железной дороге, несут большую ответственность, начиная от укладчика шпал и заканчивая диспетчером, отвечающим за перевозки. Накануне профессионального праздника глава региона встретился за круглым столом с золотым составом работников предприятия. Благодарственные письма и грамоты получили с десяток человек. А знаком губернатора Ульяновской области за трудовую доблесть были награждены пять лучших сотрудников Куйбышевской железной дороги. В ряде вы можете представить город Ульяновской безжелезной дороги. И поэтому, конечно, хочу от себя лично еще раз присоединиться к коллегам, которые, наверное, здесь говорили уже добрые слова, поздравления. Поздравить вас с замечательным выступающим праздником. Думаю, что у нас еще будет уникальная возможность встретиться. Железная дорога была и остается самым надежным, безопасным и точным видом транспорта. Сегодня внедрение новых локомотивов даст не только экономический эффект, но и позволит увеличить скорость движения и оптимизировать технологию работы. В текущем году парк «Локомотивное депо Ульяновск» пополнился 19-ю новыми тепловозами серии «Пересвет». В ближайшее время ожидается поставка еще одного локомотива. Данная серия тепловозов обеспечит увеличение веса грузовых составов в среднем на 20% по сравнению с использующимися. Большая часть грузов, которые производятся нашими промышленными предприятиями, переводятся именно с железнодорожным транспортом. Ежегодно больше миллиона человек пользуются железнодорожным транспортом в качестве транспортного сообщения, поэтому здесь переоценить роль железной дороги нельзя. Напомним, День железнодорожника традиционно отмечают в первое воскресенье августа. Ульяновские центральной площадкой праздника станет Виновская роща. На территории парка целый день будут проходить спортивные и развлекательные мероприятия для жителей и гостей города. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Сегодня редакция Улправды ТВ отмечает день рождения проекта «Диалог с властью». Ровно год назад вышел первый выпуск этой передачи. Прямой эфир выходил еженедельно. За это время в студии побывало 150 гостей. Представители власти отчитывались и отвечали на интересующие ульяновцев вопросы, в том числе задаваемые онлайн через Вайбер. К слову, сегодня был юбилейный 50-й выпуск. В гостях были Сергей Носков, директор корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области, Светлана Пенышева, директор ОГКУ «Правительство для граждан» и Татьяна Галушкина, председатель Ульяновской молодежной общественной организации «Клуб авторской песни». В прямом эфире обсудили реализацию ульяновской области национального проекта «Цифровая экономика», подготовку к отопительному сезону, а также стартующий на следующей неделе фестиваль авторской песни «Ламы-2019». Напоминаем, что передачи выходят в эфир каждую пятницу в 12.00. Запись выпусков можно найти на нашем сайте ulpravda.ru в разделе ulpravda.tv. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регионе сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 18 градусов по Цельсию, ветер западный 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok